С февраля 2015 года Дебальцево и его окрестности впервые подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских карателем батальонов. В результате обстрела повреждены три дома и гараж Дебальцево на улицах Курчатова и Ульянова. Вышел на ту сторону, а тут раз, вроде что-то как посыпалось на меня. Я голову поднял, не пойму, что сюда, и тут второй взрыв, вот там в огороде и там. Я же думаю, что я сюда выйду, посмотрю, что здесь, к чему. Сюда выхожу и прямо вот вижу, вот оно, и я вот бегом задом туда под навес. Ну вот, я же увижу, летит. Вы увидели, как летит снаряд? Да, да. Чёрное пятно летит в мою сторону. Я вон сразу под навес, и вот это же фейверк. Селенова Григоровка, которая находится в окрестностях Дебальцево, прямым попаданием снаряда уничтожен дом. К счастью, никто не пострадал. Мы спрятались, а потом вышли уже и тут, и туда попало. Падало там на поле, где-то ещё падало, за деревней дополняется. Чуть-чуть ещё две минуты и остались, а вот тут возле сена. Чудом спасли. Чудом опоздали выйти на улицу, а так бы и остались тут на месте. Этот обстрел Дебальцево со стороны Вооружённых сил Украины произошёл впервые с момента перехода города под контроль Донецкой Народной Республики в феврале 2015 года. 18 декабря 2016 года украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённого пункта Калиновка под Дебальцево. Одновременно подразделения Вооружённых сил Украины открыли огонь по силам Донецкой Народной Республики, пытаясь прорвать республиканскую линию обороны. Силы Донецкой и Луганской Народных Республик в этом районе располагаются рядом. Общими усилиями противник был остановлен. Марина Ерёмченко специально для Новороссия ТВ Силы Донецкой Народной Республики